Десна ТВ Пресс-конференция УМВД ко дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Очень активно идут и на телефон доверия, и на наше управление звонки от граждан, что в квартирах запах появляется, и много людей ходит. В селе Даниловичи восстановлена некогда утраченная святыня. И он надеялся, уезжая в Варшаву в конце лета, что в следующем году, вернувшись, увидит стены этого храма, но Господь все делал иначе, Он его призвал в вечность. 6 декабря в ходе этапа рождественских чтений Рословской епархии в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе Десногорска состоялась секция по казачеству. Подробности далее. Задача нынешних рождественских чтений и сегодняшней секции по казачеству – воспитание исконно русского духа и традиций, тех истинных принципов, по которым жили наши предки, любовь к своей родине, уважение к ее культуре и традициям. На мероприятии также присутствовали представители духовенства, атаманы и казаки Смоленской и Брянской областей. Своим примером они показали присутствующим школьникам широту русской души и богатство казачьей культуры. Ответственность за молодежь города чувствуют и местные организации. Среди них – Смоленская атомная электростанция. В первую очередь, это привитие любви к своей отчизне, к своей родине. Именно через служение России, через служение народу, казаки служили и Господу Богу. Благодаря совместным усилиям казачья культура активно развивается в Десногорске. В Атомграде регулярно проводятся патриотические мероприятия, уроки мужества и, конечно, казарла в Десногорске. Впитав все это еще в детстве, для многих казачья культура становится настоящим жизненным кредо. Я вырос среди казачьих детей, я с малолетства, вот как он сказал, в три года я уже был казаком. Я носил шашку, я носил кубанку, я носил казачью одежду, вот которую я ношу сейчас. Мероприятие продолжилось выступлением вокального ансамбля «Вольная станица». 6 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции, чьей задачей значится обеспечение здоровья нынешнего и будущего поколений россиян. Ровно 28 лет назад, в 1991 году, в системе МВД было создано подразделение по контролю за оборотом наркотиков. В честь праздника смоленские наркополицейские провели пресс-конференцию. Несмотря на относительно благоприятную динамику распространения запрещенных препаратов на Смоленщине, ситуация в регионе в этом отношении продолжает оставаться сложной. Так, за 2019 год в Смоленской области выявлено 1220 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Годом ранее было зафиксировано около тысячи таких случаев. Очень активно идут и на телефон доверия, и на наше управление звонки от граждан, что в квартирах запах появляется, и много людей ходит. На каждое сообщение мы реагируем и очень плотно, очень хорошо отрабатываем. За год изъято более 38 килограммов наркотиков. Это героин, синтетические наркотики. Больше всего доля веществ растительного происхождения. Обнаружено 23 килограмма. При этом жертвами опасных, а иногда и смертельных привычек больше становится молодежь. В текущем году произошел рост, конечно, несовершеннолетних. Привлекается к уголовной ответственности 26 несовершеннолетних подростков, которые непосредственно были задержаны при раскладках, так скажем, называемых закладок. А именно это синтетические наркотики, так называемая соль. Для снижения уровня преступности среди подростков организовано множество профилактических мероприятий. Такая работа проводится в учебных учреждениях. Прежде всего это школы и колледжи. В молодежной среде становится популярно новое вещество, так называемые снюсы. Об их вреде уже говорят на федеральном уровне и разрабатывается проект для контроля их распространения. Это никотиносодержащий препарат, который несовершеннолетние подростки. Даже есть и случаи у нас и совершеннолетние, которые, так скажем, не употребляют, а они носят сосательно желательного характера. В завершении встречи Алексей Белякин поздравил сотрудников с профессиональным праздником и пожелал всем плодотворной работы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Русская земля богата уникальными личностями, которые самоотверженно родили за родные края. Таким был и известный врач Михаил Чаусов, уроженец села Даниловичи. Чем увенчались намерения выдающегося смолянина оставить после себя значимое наследие, смотрите далее. Наследие, которое собирался оставить после себя Михаил Чаусов, могло стать одним из украшений Смоленской области. В 1903 году здесь, в стиле Даниловичи, православный профессор начал строительство храма в честь святого Ильи Пророка. Огромного строения, рассчитанного на 3000 человек. Но результаты своих трудов Михаилу Чаусову увидеть было не суждено. И он надеялся, уезжая в Варшаву в конце лета, что в следующем году, вернувшись, увидит стены этого храма. Но Господь все делал иначе, Он его призвал в вечность в 1903 году. Храм достраивали другие, но он положил основание этого храма. И спустя два года умирает его супруга. И похоронены они были, согласно завещанию, возле стен этого храма, который, к сожалению, потерпел судьбу многих храмов на русской земле. Был закрыт, запущен, а затем до основания разрушен. Спустя более чем 100 лет усилиями человека и природы эти места практически вернулись к первозданному виду. Точное место погребения Читы Чаусовых предположить уже можно с большим трудом. А у храма напоминает только фундамент, который продолжают находить местные жители. Да тут, в принципе, много подфундаментов и тесанных камней. Это из церкви мы предполагаем. И вот памятники нашли эти. Он притащил сюда и положил. Это было уже давно. Так был обнаружен черный гранитный памятник, который когда-то венчал могилу Михаила Чаусова и его жены. Неравнодушные к истории своего края жители установили многокилограммовый монумент на месте бывшего храма. А 1 декабря нынешнего года мемориал был освящен. Пусть храму здесь стоять было не суждено, но кажется, что и сейчас в многозначительной тишине этого места каждый сможет найти свой душевный покой. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Несмотря на пока что совсем не зимнюю погоду, Десногорск активно готовится к предстоящим холодам. Чтобы на выходных и новогодних праздниках дети и родители не скучали, в Атомграде появляются новые зимние горки. Одна из них на площади у городского фонтана. Это подарок городу от Смоленской атомной электростанции Сергея Фомина, генерального директора Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». Он был сделан еще в феврале 2019 года, но установка конструкции к концу зимы была признана нецелесообразным. Но в этом году горка займет свое почетное место в центре города. Ее монтаж будет закончен в ближайшее время. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся!